Раньше двор, образованный домами 2А, 4А и 6А по улице Беляева, представлял собой пустырь с протоптанной тропинкой. В дождь она намокала и становилась непроходимой. В апреле на встрече с главой округа Андреем Булгаковым жители попросили сделать из пустыря удобное место отдыха. В рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий этот и другие дворы микрорайона Бахчеванджи администрация начала реконструировать. Некогда скучное пространство между домами теперь заполняется малыми архитектурными формами. Ход работ глава округа Андрей Булгаков проверил во время рабочей поездки. Тренажеры, турники – это детям для спорта. Потому что не все родители, например, в 7-8 часов вечера, даже в зимний период, в осенний период отпустят на юность. Дети должны гулять во дворе. Тренажеры и турники установлены на безопасном резиновом покрытии. В этом году на комплексное благоустройство микрорайона Бахчеванджи глава распорядился выделить больше средств, чем на другие территории округа. Так, у дома 16 по улице Беляева по желанию жителей подрядчики установят игровые элементы для детей. Основание под конструкцией подготовлено. К благоустройству у жителей претензий нет, но есть вопросы пока по ремонту. Так, в третьем подъезде дома 16 больше 4 лет назад в результате некачественно проведенных работ произошел залив. Жителям УК обещало провести ремонт, но не сделало. Андрей Булгаков дал поручение включить адрес в план ремонта на следующий год. А если удастся, то провести работы раньше. Близится к завершению благоустройства у домов 18 и 20. Люди переменам довольны. Нормально, молодцы, работники. Работают с утра до позднего вечера. Да, 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 молодцы, благодарны. Вы в этом доме живете? Да, в этом третьем подъезде. И я хочу еще спросить, заборчики будут нам делать здесь, нет? Да. Анастасия Михайловна? Потому что у нас заборчики-то были. Заборчики когда вернутся ближе к окончанию? Да. Да, обязательно будут, как мы хотим. Ну, чтобы не парковались, я же обещал. Мы делаем эти все дворы уютными и благоустроенными. То есть это полный комплекс на их благоустройство. Это и бордюрчики, и асфальт, и газончики мы там делаем. Где надо там жителям, мы все делаем в взаимодействии с жителями. Вот. А где надо скамеечки поставить, где надо там какие-то урны установить. Все тропинки с дворов выходят на улицу Беляева. В этом году она станет еще безопаснее и комфортнее. Администрация включила улицу в губернаторскую программу «Светлый город». 36 новых опор освещения с 85 светодиодными светильниками установили вдоль проезжей части. Протяженность линий более километра. В настоящее время ведутся работы по светильникам и кронштейнам монтажу. Процентов 40 на сегодня у нас выполнение по ним. За выходные 80 и к концу следующей недели будет 100% объект сдаваться. В ходе рабочей поездки Андрей Булгаков зашел на территорию школы номер 13 имени Джанибекова. Во время предыдущего объезда глава обратил внимание на неприглядный запасной выход. Мы благодарны выделили деньги на пожарный подъезд к центральному входу. Здесь были кусты. В ноябре-декабре по инициативному бюджетированию Владимир Николаевич Шаткин. Мы выиграли один проект «Остепление школы». Нам было поставлено в ноябре месяце 71 окно. В этом году по программе инициативного бюджетирования на территории школы устанавливают две спортплощадки. Возможностей для занятий спортом у подростков станет больше. Универсальная площадка состоит из футбольного поля, мини-футбольного поля. Для игры в баскетбол будет. Устроенные ворота будут в эту площадку. И будет площадка для сдачи новых готов. После занятий дети смогут подкрепиться. Летом в школьной столовой выполнили косметический ремонт. Заменили отслужившего и свой срок электропроводку. Сюда каждое утро на бесплатный завтрак будут приходить учащиеся начальных классов. Качество горячего питания в школе глава проверит лично. Как только начнутся занятия. Михаил Налютов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.